приветствую вчера мы с вами разбирались новой обязанностью каждого мужчины от 18 до 60 носить собой всегда паспорт и военный билет во время мобилизации и военного положения в украине а сейчас продолжая этот разговор мы с вами поговорим о новых полномочиях тцк и сп и начнем естественно с полномочий тцк и сп по проверке документов да раз у нас есть обязанность носить эти документы то они имеют полномочия проверять эти документы но по меньшей мере так логично звучит ну и кроме этого мы естественно поговорим о новых полномочиях тцк по обращению в суд итак посмотрим с вами вот это изменения в законе украины про правовой режим военного положения и что мы здесь видим и здесь мы читаем что в период дии военного стану громадяни украины человеческой статей веком від 18 до 60 роков зобовязаны мать про соби військовоабликовый документ разом с документом что посвящая особу та предъявляти их за вимогу уповноваженного представника районного міського территориального центру комплектования та социальной поддержки або полицейского представника дпсу но мы остановимся на первой на вот этой формулировке уповноваженный представник районного меського тцк тсп вот это нас интересует больше всего почему потому что мы во первых сталкиваемся с вами с первого в первую очередь с новой категорией уповноваженный представник кто это такой вот у меня как у громадян и на возникает вопрос кто этот уполномоченный представитель тцк на что он уполномочен и омон уполномочен и каким документам он сможет подтвердить свои полномочия и почему я говорю что это новая категория потому что если мы внимательно смотрим то мы видим уповноваженного представника а привыкли мы к категории уповноважена особа но не нужно их путать это две разные категории помните как нам маляр там недавно говорила что вы считали конституцию да что там написано так вот мы читали постановы и мы знаем что в этих постановах идет речь про уполномоченных оси и мы знаем как они должны получать эти полномочия да а вот вопрос а что это за новый такой уповноваженный представник но вы можете мне сказать олег стоп ну а зачем ты снова нам читаешь вот эту статью про обязанность нашу ты же нам вчера ее показывал причем здесь наша ты же сказал про полномочия тцк покажи нам где написано про полномочия тцк а я вам не покажу да вот так я вам не покажу а знаете почему потому что в этом законе 3633 в новом законе про мобилизацию я не нашел этих полномочий вот так они вписали в этот закон обязанность нашу носить обязанность предъявлять документ но нигде не прописали но по меньшей мере я не нашел в этом тексте полномочий тцк и сп проверять наши документы и там нигде не написано кто этот уполномоченный представитель кем он должен уполномочен быть на что он должен быть уполномочен и какие причины для проверки военно-учетного документа там нет ответов на этих вопросы а почему я придираюсь к этому почему я говорю что должны быть полномочия но потому что мы по заветам маляр же считали и конституцию и мы с вами знаем что представитель государства может действовать только так как предусмотрено законом то есть он может делать только то что предусмотрено законом и только в тот способ который предусмотрен законом и вот вопрос а чем предусмотрена полномочия тцк и сп проверять документы либо же либо же получается что ничего не поменялось с этим законом то есть как уполномоченные особы до по постанове 1456 могли проверять документы так и все осталось как прежде но возможно нет возможно нет потому что у меня есть подозрение что эти изменения появятся и вот почему у меня есть такие подозрения статью 22 закона украины о мобилизационной подготовки и мобилизации внесли следующие изменения порядок проведания призову громадян на то есть у меня есть подозрение что в дальнейшем в этой постановке висковую службу висковую службу пича с мобилизацией на особый период вызначается кабинетом министре в украине то есть будет разработан некий порядок проведения призыва и здесь написано что этот порядок в изначале и в том числе он в изначале процедуру проверкой висково-обликовых документе в громадян то есть у меня есть подозрение что в дальнейшем в этой постанове будет записано вот эта полномочия тцк по проверке документов но пока обращаю ваше внимание пока в этом законе новом который был законопроектом 10 449 а стал законом 36 33 я не нашел полномочий тцк по проверке документов если нашли вы напишите пожалуйста об этом а теперь переходим к следующему вопросу к вопросу обращение тцк суд это право подробно расписано вот здесь в разделе 6 прим закона украины о мобилизационной подготовки и мобилизации это новый раздел его не было и как мы видим называется он заходы вплыву щу до громадян яки не выконует обовязки предбачене цим законом печат мобилизации и вот именно здесь в двадцать седьмой статье расписано что будет с теми людьми которые не выполнили эти обязанности а будет следующее например вы получили повестку и не явились по ней либо вы не обновили данные то тцк делает следующее сначала он обращается в полицию с просьбой разыскать задержать человека и доставить в тцк и сп это прямо прописано в этой статье закона в статье номер двадцать семь далее если полиция вас нашла то соответственно она задерживает и доставляет в тцк и сп где будет составляться протокол выноситься постановление о привлечении к административной ответственности но если полиция вас не нашла то полиция уведомляет тцк и сп о том что она вас не нашла после этого тцк направляет вам требование кстати формы этого требования мы пока еще не знаем и она появится позже когда его утвердит министерство обороны в этом требовании будет соответственно требование явиться в тцк и сп и выполнить свою обязанность обновить данные либо же там пройти медосмотр например если человек этого не сделал либо не получил это требование а получением этого требования считается просто сам факт отправки на тот адрес по которому вы зарегистрированы то есть даже если вы не проживаете там то в требование отправляется туда и если вы его не получили вы там уехали оттуда не имеет значения считается что вы получили после этого дается 10 дней если в течение 10 дней человек не явился в тцк тцк и сп обращается в суд суде тцк должен будет доказать что вы не выполнили свой обувь язык до который предусмотрен законом о мобилизации далее должен будет доказать что вам направлялась а вот я вы могла и что вы ее получили либо не получили да ну что она вам была направлена и и после этого суд при принимает решение о том чтобы запретить человеку управление транспортным средством обращаю внимание это не лишение права управлять транспортным средством это временное ограничение управления транспортным средством и собственно говоря на этом все данное решение будет в соответствии с норм новыми нормами выполнена незамедлительно и обжалование этого решения в апелляцию не приостанавливает его выполнение вот такое право получил тцк и сп отличается это от первой редакции законопроекта тем что здесь тцк и сп вынуждены обращаться в суд то есть если в первой редакции там говорилось о том что они сами решают кому запретить управлять транспортным средством то теперь им все-таки нужно пройти все этапы и в том числе обратиться в суд вот такие новые полномочия получили тцк и сп в соответствии с законом 36 33 но а правила поведения с тцк и сп как нужно будет поступать во время проверки документов на что обращать внимание что проверять как нужно будет проходить вот эту судебную процедуру об этом мы с вами поговорим в отдельных видео которые будут специально посвящены разбору именно этих вопросов на этом у меня все если вы считаете что данное видео было полезным ставьте ему лайк подписывайтесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал ссылочка на него есть в описании к данному видео традиционно пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока